здравствуйте приветствую вас уважаемые зрители на просторах канала политсигнал просторы политсигнала очень широким от политики до здоровья и дальше в бесконечность последнее время немножко упрекает сергей что ты там все про политику да про политику все про хачатурян да про сестер хачатурян давай что-нибудь другое лучше сделай подумав немного я решил сделать ролик про кета диету по книге василия генералова кета диета же есть жир можно и для этого не так давно купил книгу под названием под таким же названием вот эта книга вот эта замечательная книга смотрите завидуйте наслаждайтесь тем что она у меня есть а у вас ее нету но думаю что это легко поправимо и мы это сделаем доступным и для вас я прочитаю эту книгу она очень замечательно она очень интересная очень красивая снаружи снаружи очень красивым берет такой василий генералов здесь вот такой замечательный чем-то похож на меня немножечко согласитесь да есть кита черты лица прически и так далее замечательный человек василий генералов вот но есть небольшие замечания по поводу этой книги вот издательство а ст который издал эту книгу она занималась таким моментом маркетингом то есть вещь должна выглядеть хорошо замечательно она была вся покрыта злофаной пленки выглядела замечательно толстая такая толстенькая однако если открыть внутри то что мы обнаруживаем обнаруживаем серые листы бумаги и эти бумаги очень толстые всего в книге 224 страницы представляете и она вот такая толстая вот этот ежедневники которые тут у меня есть вот они понятно 365 дней и они вот такие тоненькие а это представляете вот такая толстая вот такая толстая книга получилось у вас ты ну понятно конечно хочется сделать вещь поприличней покрасивее в общем бумагу которую тут здесь использовать какая-то как сказал один мой знакомый издатель сказал что ну какая-то пористая китайская бумага толстая такая толстенькая кстати мой приятель мой знакомый мой сосед издает книги и очень хорошо издает очень интересные книги издает вот и издает недорого предлагаю всем обращаться к нему содержание замечательно содержать очень интересное содержание но однако опять покритикую немножечко вот есть раздел под названием под названием рецепты так вот представляете рецепты вот они пошли рецепты вот они пошли рецепты и вот такие рисунки и у такие фотографии черно-белые фотографии уважаемые зрители youtube канала политсигнал представляете черно-белые фотографии это как так это как так понимать это же разве может допустить в наше время черно-белые фотографии издавались кулинарным приложение но можно было сделать хотя бы цветные фотографии их издатели и на всем экономят хотя книжка стоит достаточно дорого по моему я за него пол заплатил в районе 470 рублей вот так вот да согласитесь не какой-нибудь бульварное чтиво за такие деньги можно купить вот однако если говорить о содержании книги о том что внутри находится это очень интересно и для меня было как для человека который интересуется темой здоровья темой долголетия тема продлевания жизни до 150 лет никак не меньше потому что мои предки доживали то ли до 100 лет то ли до 110 лет вот это точно сказать не могу просто метрика метрики утрачены но по воспоминаниям есть такое так вот предлагаю вам подключиться к теме я буду читать эту книгу и буду записывать ее и выкладывать здесь в этой книге находится 33 главы плюс рецепты то есть я думаю что вам будет очень интересно познакомить с этой книгой изучить ее и применить ее на себе как это сделал я у меня есть определенные интересные достижения хотя я достаточно не строго к этому к этой теме отношусь чем искренне раскаиваюсь и так приступаем к течению книги василий генералов кета диета есть жир можно и нужно и полезно и еще добавил бы кстати предлагаю всем подписаться на мой канал под названием 150 лет здоровья и жизни нет лучше 150 лет жизни вот такой так будет называться канал в котором будут опубликованы конкретные ролики по теме здоровья которые я на себе испытал те методики которые на себе испытал и выложил и который меня интересует они конечно есть и к на на канале палец сигнал но они разбросаны по всему по всем роликам их там примерно там 500 с лишним и чтобы найти их конечно довольно таки сложно наверное найти а здесь они будут конкретно засунут и вы можете там посмотреть там будет 10 20 30 40 может быть роликов сделаем наклепаем зашарашим но они будут все интересные и касающиеся темы здоровья как дожить до 150 лет и сохранить здоровье подвижность активность ум а у посадка самое главное я так понимаю чтобы не было никакой деменции не было никакой расстройства мыслительных процессов в голове что все мы соображали работали отдыхали учились до самых до самых самых старых лет всем приглашаю подписаться на этот канал итак начали василий генералов кета диета есть жир можно кто такой василий генералов это врач невролог эпилептолог доктор медицинских наук один из ведущих специалистов по введению кетогенной диеты при различных заболеваниях и патологиях генералов не боится расширять арсенал методов и подходов в лечении пациентов и ломать сложившиеся стереотипы и алгоритмы терапии это звучит революционно но факт остается фактом чтобы избавиться от лишнего веса повысить качество жизни и улучшить самочувствие нужно есть многоточие жир своей книги василий генералов подробно рассматривает механизмы обмена веществ анализирует причины появления различных недомоганий и прогрессирующего повышения веса интересно что рассказывая принципа кета питания автор делится и личным опытом довольно долго он безуспешно пытался похудеть с помощью рекомендаций классической диетологии через несколько лет неудачных экспериментов василий генералов опробовал на себе затем модифицировал и включил в свою практику рацион питания который оказался прост и исключительно эффективен сам доктор и его пациенты находятся в отличной форме благодаря употреблению жира такое питание называется кета диета а стиль жизни который пропагандирует автор кета лайфстайл к с в книге наглядно и логично описаны биохимические обоснования действенности кета рациона кета диета есть жир можно восклицательный знак это не просто с две сотни страниц это настоящий мотиватор руководствах действую настольные пособия и сборник рецептов читайте полноценно питайтесь и худейте у вас обязательно получится к л с кета лайфстайл и так это было преамбула и так продолжаем читаем предисловие автобиографичные кто такой василий генералов он говорит о себе мне 45 лет мой вес 73 килограмма рост 174 сантиметра из индекс массы тела составляет 23 запятая 84 а еще два года назад я весил 90 килограмм то есть он похудел на 16 килограмм до последнее время и так дальше вес я начал набирать после 30 без видимых причин и спортивного парня постепенно превратился в пузатого дядьку теперь я могу сказать что пробовал много разных схем питания некоторые не принесли никакой пользы некоторые даже навредили я пытался использовать препараты для похудения но они мне тоже не помогли в результате я нашел подходящий рацион и добился значимых результатов в улучшении собственного здоровья сейчас я удовлетворен своим весом и физическим состоянием дневник своей трансформации я ввел в социальных сетях и это вызвало большой интерес люди стремились повторить мой успех и просили проводить мастер-классы по питанию для похудения и оздоровления за несколько лет число приверженцев к это питание сильно выросло тысячи людей по всей стране сбросили до 30 килограмм лишнего веса без голода без избыточных физических нагрузок и без какого-либо вреда для здоровья эта книга конспект моих мастер-классов теперь и вам доступны секреты по-настоящему здорового питания всегда ваш василий минералов читаем первую главу я такой же как все моя история типична для многих в детстве и подростковом возрасте я занимался спортом был физически очень крепким парнем мне нравилось мое тело я был уверен что дядьки с отвисающими животами это ленивые люди которые просто мало ходят спортзал и любят и любят пить пиво на диване мой вес 19 лет составлял 65 67 килограмм а весовая категория в спорте которыми занимался было до 60 килограмм за месяц до соревнований я начинал уменьшать калории переходил на овощи со сметаной и творог продолжал тренироваться по два-три раза в день ежедневно и сбрасывал 6 килограмм меня этому никто не учил это были абсолютно интуитивные порывы и иногда после таких программ кавычках я замечал что у меня появлялся запах ацетона изо рта тогда я искал этому объяснение но спрашивать было не у кого общий принцип которым я руководствовался чтобы похудеть надо меньше есть и больше бегать а если у человека лишний вес значит он или много ест или мало двигается действительно такое правило до какого-то возраста работала а потом перестала это потом для большинства очень понятный рубеж около 30 лет вот когда я был студентом и жил в общежитии о каком-либо правильном рационе говорить вообще не приходилось часто это был фастфуд советского времени как в известной песне бутылка кефира пол батона конечно еще жареная картошка которую мешками привозили с дачи однокурсники и дешевые сосиски и естественно макароны и пельмени и вы знаете я был неплохой в форме лифт в общежитии не работал но я легко взбегал на 10 этаж а иногда делал это даже десятки раз день мой вес был 70 килограмм а его колебания я связывал с изменениями мышечной массы к рельефу и объемом тела у меня претензий не было ритм жизни был очень интенсивный учеба ночные дежурства и подработки поэтому в отношении еды у меня было простое правило если еду надо готовить дольше чем потом употреблять то это неправильная еда как выяснилось потом правило в общем-то верное но как и в любом деле важны нюансы их мы и будем обсуждать в книге так вот после окончания института и ординатуры забот по работе стало еще больше к тому же я женился и в нашей семье родился ребенок на спорт уже не оставалось ни времени ни сил и частым ужином становилась пицца заказанная на дом в крайнем случае пельмени и вареники заранее куплены в магазине позволяли утолить голод в ресторанах моей любимой кухни была итальянская я предпочитал и спагетти и лазанью случившиеся поездках на конференции я любил в отелях позавтракать фруктовым салатом с обезжиренным йогуртом выпить кофе с парой-тройкой круассанов с шоколадом и вот в 33 года я впервые услышал от одного знакомого в свой адрес шутливая жиробас конечно я шутился но стал думать что произошло и где я упустил ситуацию вес был мой уже 80 килограмм объяснить это чем-либо кроме снижения объема физической нагрузки я не мог я надеялся что как только снова начну ходить спортзал смогу быстро вернуться с прежнюю спортивную форму а ведь в 20 лет я мог на обед съесть килограмм бананов на ходу прямо в машине иногда заезжая к своим знакомым кондитерский магазин за раз мог заглотить 10 шоколадных батончиков и запить их колой при этом тогда формы мои не менялись физическая активность не снижалась поэтому задумываются о своем здоровье поводов не было а вот сейчас и даже наоборот батончики казались вкусными а кола бодрящий и вот сейчас к 37 годам я уже стеснялся фотографироваться а мой оплывший вид вгонял меня в депрессию весы уверенно показывали 90 килограмм пришло время что-то радикально менять своей жизни закончив работу на докторской диссертации я поехал в летний отпуск спортивный лагерь где наравне с молодыми бегал многокилометровые кроссы и тренировался три-четыре раза в день по два часа шесть дней в неделю течение месяца физически я прибавил но вес и объем снизились не сильно максимум я сбросил 3-5 килограмм за месяц я успокаивал себя тем что это приросла мышечная масса и вес не является индикатором здоровья конечно это был самообман просто принцип бегай больше не работал и к новогодним праздником вес вернулся к 90 килограмм и снова пришлось перемещать пряжку на ремне следующее отверстие но хуже было то что здоровье тарило как снег весной я заметил как отеки ног по вечерам стали сильнее утром отмечал скованность суставах мне нужно было некоторое время чтобы размять руки и ноги напомню что у меня была есть неплохая растяжка периодически я делал упражнения на гибкость некоторые практики из йоги однако суставные проблемы становились все очевиднее игнорировать тенденции к улучшению здоровья было уже невозможно я пробовал переходить на овощи использовать дробное питание и увеличивать объем физических нагрузок от отчаяния даже попробовал таблетки с похудательным эффектом с сайта бодибилдеров результатов это не дало а усиление метаболизма привело к ознобу и нарушению сна я спрашивал совета как похудеть и у своих коллег гастроэнтерологов мне предложили препараты замедляющие всасывание жира их я использовать не стал сейчас понимаю что мой инстинкт самосохранения тогда уберег меня от ненужных экспериментов я невролог и знаю по практике что некоторые противосудорожные препараты могут снижать вес без изменения структуры питания и улечения физических нагрузок естественно я стал тестировать эти препараты на себе к сожалению ничего кроме развития депрессии как побочного эффекта лечения в результате не получилось вес оставался прежним переломным моментом который изменил мой взгляд на подход к собственному выздоровлению стал трагический случай от сердечной недостаточности 56 лет внезапно умер мой близкий друг крепкий здоровый умный активный это неожиданная утрата заставила меня пересмотреть отношение к работе жизни и здоровью и я понял насколько все неустойчиво и временно а самое ценное что у нас есть это здоровье если я потеряю свое здоровье то остальное будет уже не важно к этому времени я уже знал о кетогенной диете понимал принципы и технологию и более того имел успешный опыт ее применение у своих пациентов с эпилепсией как экспериментаторы я решил использовать эту технологию в своем оздоровлении так я перешел к лс кетт лайфстайл и живу в этом режиме уже несколько лет ощущая себя активным и бодрым наверное это самые комфортные годы для меня за последние 15 лет сегодня меня не раздражает шоппинг я ношу майки размера m не стесняюсь сделать фото а над ремнем моих брюк больше не нависают жировые складки дневник моей кето трансформации выложена в моем фейсбуке по мере погружения в тему я расширял свои знания и совершенствовал технологию кета лайфстайл стараясь избегать ненужных ограничений и делая эту систему адаптированной для повседневной жизни и легко воспроизводимый основная задача к лс кетт лайфстайл нормализовать биохимические процессы в организме убери все что мешает добавь то чего не хватает это и есть кета лайфстайл глава 2 причины увеличения веса вес и форма тела индикатор нашего здоровья при этом хороший человек и здоровый человек это часто разные люди хороший человек может быть полным полный человек не может быть здоровым избыточный вес это не только косметическая и психологическая проблема но и свидетельство нарушения метаболических процессов в организме за повышением веса следует прогрессирующие гормональные проблемы снижения иммунитета а дальше развивается длинный список заболеваний от диабета и поликистоза яичников до онкологии и деменции физическая активность при увеличении веса снижается нам становится тяжело согнуться и выполнить упражнение быстро развивается одышка сильно учащается сердцебиение амплитуда движения диафрагмы уменьшается соответственно снижается объем легких и перестает хватать кислорода жир начинает накапливаться вокруг гортани и носоглотки из-за чего начинается храп и остановки дыхания во сне а храп означает перекрытие дыхательных путей и как следствие хронический недостаток кислорода в мозге сон при недостатке кислорода становится поверхностным в нем нет глубоких стадий мозг вообще не отдыхает люди с избыточным весом днем сонливы у них снижается память хроническая гипоксия приводит к нарастанию количества красных кровяных телец и гемоглобина в крови что стимулирует повышение артериального давления и сердцебиение в итоге мы имеем гипертонию и энцефалопатию при развитии метаболического синдрома наблюдается ожирение печени а ведь печень орган влияющий на метаболизм гормонов в печени синтезируются белки которые транспортируют тестостерон к органам мишени кроме того сама жировая ткань также является гормонально активной поэтому при ожирении происходит двиг гормональной регуляции который проявляется и синдромом поликистозных яичников у женщин и недостаточностью тестостерона у мужчин и это далеко не полный список проблем в основании которых лежит одна причина избыточный вес важно чтобы вес был нормальным успокаивать себя различными присказка присказками из серии хорошего человека должно быть много на кости только собаки бросаются неважно как выглядишь важно что в душе это попытки игнорировать нарастающую проблему такая практика однозначно порочно лучше честно сказать себе у меня есть избыточный вес я хочу разобраться почему он возник и хочу от него избавиться вот так если весь ваш предыдущий опыт был неудачным не отчаивайтесь вспомните меня говорит доктор генералов я тоже не сразу добился успеха я слишком часто слышу доктор я все уже пробовала и перепробовала мне это не помогает диеты это не мое я не смогу на них сидеть я такая какая я есть и мама у меня такая мне всегда хочется хочется сказать на это нет нет еще раз нет у каждой проблемы есть решение иногда нужно терпение чтобы его найти но сформулировать проблему значит уже наполовину решить ее причин повышения веса несколько и как правило он повышается только тогда когда они начинают действовать одновременно но всегда отправной точкой как для развития проблем в организме так и для их решения становится питание то есть многие вопросы своего здоровья вы сможете решить самостоятельно просто скорректировав рацион мне удалось похудеть на 15 килограмм не голодая и не надрываясь в спортзале когда я перешел на кетогенную диету глава третья кетогенная диета представляем биохимические принципы кетогенной диеты кетогенная означает производящие кетоны кетоны это продукты переработки жирных кислот которые образуются в организме двумя путями за счет распада собственного жира при голодании или за счет употребления большого количества жира с пищей при условии отсутствия углеводов в рационе кетоны могут быть использованы всеми клетками организма для производства энергии при этом у них есть свойство стимулировать расщепление собственного эндогенного жира кетоны благоприятно действует на состоянии микрофлоры кишечника и обладает свойством природного антисептика кетоны образуются в организме при соотношении жира белкам и углеводам минимум два к одному а возможно и увеличение от соотношения до трех к одному то есть основной частью составе блюд должен быть жир на кетогенной диете мы потребляем основном жиры и белки углеводы представлены в рационе минимально при таком питании мы худеем причем довольно интенсивно я сбрасывал по 5 килограмм ежемесячно пишет доктор генералов примерно также происходило и у 70 процентов посетивших моих мастер-классы и так представляем к этой истории из instagram и facebook мне было очень интересно узнать об опыте тех кто сам до кета попробовал похудеть с помощью любой другой системы для этого я попросил своих подписчиков ответить на такие вопросы первый вопрос какой методикой вы пользовались сколько сбросили на тех методиках как себя чувствовали долго ли продержались второй вопрос как узнали о кето диете третий вопрос как долго уже находитесь на кето диете четвертый вопрос сколько килограмм ушло на кето диете пятый вопрос каково ваше самочувствие, находясь на кето-диете. Их истории я тоже включил в эту книгу как интересные и вдохновляющие примеры. Итак, приводим примеры. Сани Ромашко. Пробовала всевозможные диеты, ограничения, гербалайф и прочее. Лучше всего вес ушел на диете Протасова. Минус 15 кг. Правда, после килограмм вернулись и привели друзей в кавычках. Про кето узнала в инстаграме. Увидела, как люди пьют кофе с маслом и подумала, что это, наверное, больные товарищи. А потом начала глубже копать. Копала месяца два. Сама стала практиковать. На кето-диете нахожусь 9 месяцев. За это время минус 32 кг. А в планах еще минус 20. Самочувствие прекрасное. Много энергии. Но самое главное, нервная система стала стабильнее. Гилмас В. Правильное питание по 5-6 раз в день, периодические сушки. На кето наткнулась случайно в инстаграме. Сейчас нахожусь на кето 6 месяцев. Нет цели похудеть. Но самочувствие намного лучше. Бесследно ушло акне. Постоянно появлялось на подбородке и на лбу. Кожа стала эластичнее. Больше не сохнет. Не беспокоит кишечник. Высыпаюсь. Танечка Файзулина. Правильное питание. Дало минус 7 кг. Узнала о кето-диете из инстаграма. Нахожусь на кето-диете 4 месяца с отступлениями. Минус 6 кг. Если бы было строгое кето, то 100% ушло бы намного больше килограмм. Самочувствие идеальное. Немного сплю, вкусно ем. Энергии море. А кожа отдельный вопрос. Отчистилась и стала бархатной. Мне очень нравится жировая диета. Планирую и дальше жить без плохих, в кавычках, углеводов и сахара. А в планах всю семью подсадить на кето. Читаем дальше. Ольга Волкова, Джой. Мой опыт – это вегетарианство, сыроедение, дюкан. Сейчас кето с отклонениями летом. Я склонна к полноте. Всегда очень легко набираю вес. Стоит перестать контролировать питание. Сначала были просто диеты. Гречка, кефир, разгрузочные дни. Вегетарианство было примерно год. И на перестройке этой я сначала сбросила около 10 килограмм. А потом вернула все обратно. Неудержимо тянула на все, что нельзя. При том, что муж меня не поддержал. Постепенно вернулась обратно к употреблению мяса. Потом были системы минус 60. Ненадолго. И гербалаев. Минус 5-6 килограмм. И обратно. С привесом. Потом сыроедение. Сбросила 10 килограмм. И стала как серая облезлая тень. Очень мне не понравилось. Усталость, апатия, жор. Не того я ожидала. Перешла на обычное питание. Наела за три года все 20 килограмм. И дюкана встретила в весе 90 килограмм. За полгода минус 8 килограмм. А потом уже кето. Сейчас 75 килограмм всего. Спасибо кето-диете. Потому как собираюсь примерно так же и жить дальше. Из всего оправданного легко было на дюкане. Ну а кето это уже и не диета как будто. Вегетарианство и сыроедение. Мою инсулин резистентность. Дошатали скорее всего. Ждал меня диабет. Думаю. Еще одна заметка. Прочитать невозможно. Фрауалта Патиссерии. Здравствуйте. До 36 лет умеренно ела. Соблюдаю принципы правильного питания. Набирала после беременности или сезонно 5-6 килограмм. Которые легко уходили. Тренировки были всегда в моей жизни. А потом сильнейший стресс и прибавка к весе. Как следствие отвратительное самочувствие. Постоянная усталость и инсулинорезистентность. А кето узнала от друзей. За 3 месяца без сложности ушли 16 килограмм. Тренировки и ежедневная подвижность на прежнем уровне, как и до кето. По заключению доктора стало только здоровее. Самочувствие радует бодрое, без перепадов настроения, голода и раздражения. Дарья Воробьева. Я работаю в фитнесе и долгое время придерживалась правильного питания. Были постоянно срывы и вообще долгое время внушила себе, что каша это вкусно. Пракета впервые услышала на конференции в Питере года 3 назад от венгра Габара Фузи, который выглядел фантастически. Но тогда это прозвучало как-то неправдоподобно. Что нужно есть не правильные углеводы, а жиры. Впоследствии все больше и больше появлялась информация в сети и из книг. И вот сама уже второй месяц придерживаясь высокожирового питания. Самочувствие супер. Даже есть внешне положительные перемены, хотя проблем с лишним весом не было особых. Тина Зан. Викторианство 3 года, сыроедение 4 месяца, что дало минус 10 килограмм в общем. Узнала от сына 4 года назад. Ему надоела моя мигрень, но тогда я практически избегала жиров. Не поняла сразу кето. Испугалась жира, а изучать стала только через 2 года в инстаграме. На кето нахожусь 1 год и 3 месяца. Не взвешивалась сначала кето, но одежду приходится обновлять каждые 3-4 месяца. Для моих 53 лет просто отлично. Мигрень улетучилась, улучшилось зрение, состояние кожи. Хочется жить, ставить новые цели, планировать, наряжаться. Уровень энергии временами зашкаливает. Спокойная реакция в стрессовых ситуациях. Повысилась выносливость на тренировках. И это не все. В общем, кето – это свобода. Читаем дальше. Джулия Папавер. Вегетарианство. Употребляло молочку, крупы, овощи. 56 лет. Рыхлое тело, несмотря на занятия спортом. Железодефицитная анемия, сильная утомляемость, угревая сыпь, сухая кожа, скачки настроения, ярко выраженный ПМС, потеря либидо. На кето была полгода. Скинула 4 килограмма. Начал прорисовываться рельеф. Очистилась кожа. Улучшилось самочувствие. Улучшилось состояние волос. Стало больше энергии. Дополнительно принимаю БАДы. Сейчас придерживаюсь спалево рациона. Вегетарианство, вспоминая, как страшный сон. Татьяна Братковская. Мой опыт диет. Кремлевская, протасово. Метаболическое. Раздельное питание. И по группе крови. Худела. И все возвращалось вновь. Марафон правильного питания с 5 разовым приемом пищи и правильными углеводами ничего не дал. Вот тогда задумалась. Про кето узнала в инстаграме. Год назад месяц изучала чужой опыт. Им отчасть. С сентября по декабрь в кето-марафоне. Минус 10 килограмм и полная независимость от сладкого. Новогодние праздники с правильными блюдами не добавили веса. За 2018 год на либеральном кето с небольшим количеством фруктов в скупках зимой хочу вернуться вновь в кетос. Сбросила минус 2 килограмма. Самочувствие замечательно. Полна сил. Коже нравится. Еда нравится. 60 лет всего. Ир богиня. В течение 8-10 лет нахожусь на разных диетах. Результат плюс 8-10 килограмм. Очень странно. Потом все сначала. Постоянный голод, готовка, контейнеры и все мысли только о том, что съесть. Был месяц вегетарианства. Абсолютно не мое. Не выдержала. А кето узнала из интернета. На кето 5 месяцев сбросила 10 килограмм. Независимость от сладкого и еды. Экономия на продуктов для всей семьи. Всех стараюсь перевести. Чистая кожа без сухости, без высыпаний, которые были всегда даже на правильном питании. Стало больше энергии. Я спокойнее и счастливее. Если вас это убедило и вам не терпится начать, то меню есть в конце книги. Выберите себе подходящий вариант кето-рациона и стартуйте. Если хотите разобраться в деталях, придется прочесть еще несколько глав этой книги.